здравствуйте всем простите что я как всегда без галстука дача лето пока утром на пляж туда-сюда но больше кайфую чем думаю о насущном вот иногда читаю присылают мне ребята знаете почитал недавно я выдержки из воспоминаний русских советских ребят солдат офицеров в основном начало 90-х годов начала этой карабахской войны я породился с одной стороны не верится а с другой стороны все больше и больше подтверждение этим фактом знаете эти офицеры рассказывают как начале 90-х пленных азербайджанцев это ужас просто армяне культурные цивилизованные да да конечно это они все такие так они пленных азербайджанцев приводили на могилы погибших своих солдат ну там на могилу сила сына или брата отрубали голову и кровь текла на могилу причем собирали детей женщин знаете эти противные неприятные зрелища для них радостные я почему так все больше убеждаюсь в этом что для них нет ничего святого для них одно слово армянин остальной весь мир это дерьмо кто бы ни был как бы им не помогали чтобы для них не делали они говорят мои армяне нам все должны им можно все сейчас некоторые вот как говорят это оппоненты скажу да все врет дед и так далее хотите верьте хотите нет но говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать ребята присылают болта у него там этих всяких отсосов даже дждев джд не знаю ну в общем болтуны трудно понимать что они говорят ну понятно мы азеры все дерьмо они армяне все с крылышками ангелы и что я обратил внимание что эти офицеры русские они говорят мы можем мы в любом суде выступить свидетелями того что мы сказали знаете можно даже не поверить им сомневаться но сейчас я все более убеждаюсь что так и было я не был свидетелем не только рассказы и только слухи я не был свидетелем этого поэтому я говорю только то что я видел своими глазами знаете сейчас сначала косвенно а теперь уже прямую доказательств того что так армяне делали в звериной злобе своей я нахожу подтверждение тогда армяне с помощью русских побеждали армяне тогда с помощью русских брали в плен и несмотря на сопротивление некоторых порядочных русских офицеров приносили в жертву отрубали голову на могилах своих сыновей отрубали голову азербайджанцам пленным беззащитным ну они только так могут да какое подтверждение так вот недавно ну они же идиоты все а как по-другому понять вот это все понимать что нет нет заложников нет пленных когда их там несколько сотен было можно было выбрать кого-то и зарезать отрубить голову выколоть глаза выжить хач выжигать на груди на лбу там или еще где-то нет сейчас вот они сейчас как как американцы говорят как взбесившийся апоссум это знаете такой зверек сумчатый с противной противной мордой американский апоссум виргиенский там разные апоссумы на крысу похож ну среднее между гадюкой и крысой что-то вот сейчас они так себя ведут почему скажете ну когда нет пленных беззащитных они они берут в качестве вместе могилы надгробные плиты и вот этот вот ролик который они показали до чего же идиоты ну взбесившиеся апоссумы как их по-другому назвать кстати это американским армянам известно что такое апоссум вот пускай они смотрят и хвалятся десятилетиями стояла эта могила за ней ухаживали Багирова которого благодарили многие армяне за спасение оказывается не надо было их спасать не надо и все вот чем они отплатили мало того что просто надругались над могилой они сделали это публично они собрали большое количество населения столицы НКО Хангенди которая не в честь этого Дашнака Шаумяна назвали Степанакерт собрали народ и прилюдно разбили эту плиту хоть один из этих подлецов кто смотрел на это дерьмо хоть один сказал зачем ты это делаешь может быть сказали но я в кадрах этого не видно в кадрах все довольны это же разве это не низость разве это не подлость в чем моя мысль в том что нет пленных нет азербайджанцев которых можно было бы убить так они над могилой это уже вот бессильная злоба о чем это говорит это говорит об агонии всего дашнакства гончакства всего армянства вот эти последователи дженд дро красивые имена вот их последователи мозги перевернутые сами себя кусают и выставляют это на весь мир ну что диаспора культурные армяне хай во франции скульптурная страна в америке прогрессивная страна вы одобряете это спасибо вам спасибо за то что вот так вот по тупому по армянски и в то же время человека ненавистнически вы показали своему миру свое истинное лицо вот это уже называется агония бессильная злоба армянства не армянского народа армянский народ забитый тупой единственное что их американцы вывели на улице и они один за одного прячась схватившись за руки чтоб не дай бог кого-то одного вытащили из толпы держаться за руки толпа есть толпа сейчас они не знают что делать уже у них драка идет и вот это вот уничтожение осквернение могилы это вот из той оперы они уже начинают друг друга кусать сейчас мне скажут я скажу вам не стыдно а ну напишите какой у них стыд об одном я жалею я как-то рассказывал но армяне удалили эти ролики и может быть этот удалят от бессильной злобы естественно возразить то нечего это такой идиотизм всемирный армянский идиотизм показать как они разбивают могилу человека который их спасал непонятно вот я жалею об одном вот я как-то рассказывал как мы вдвоем расколошматили десять человек ну естественно боевиков фитоинов духовитых которые дрожали от страха четыре человека из них погибло сколько раненых я не знаю три человека там на месте схоронили могилы остались они уже провалились эти могилы никто за ними не ухаживает я уже говорил почему потому что они все были пришлые то ли из Сирии то ли из Ливана то ли из Еревана один фиг местные армяне за ними не ухаживали а сейчас их вообще нет не трогают их но они уже провалились ну сколько лет 27 лет прошло 27 лет прошло конечно там уже и косточки к нам не осталось один по дороге сгнил не сгнил умер который был легкораненый а оказалось не легкораненый а раненый в легкое по словам покойного гусей ноги так о чем я жалею что во время этого боя когда мы их расколошматили как зайцев вот точно как взбесившихся апоссумов ребята мне сказали вон там выглядывает голова и ствол автомата и он дрожит так что дрожь слышна за 20 метров снять его они мне сказали я сказал да не надо хотя потом он нам стрелял спину когда мы отходили прикрывая друг друга вот я жалею надо было пристрелить как взбесившегося апоссума ну это моя ошибка поэтому я у всех прошу прощения в 91 году я еще многого не знал я еще на многое смотрел так с позицией патриотизма патриотизма честь офицера определенные правила ведения боя войны я думаю к армянам это не относится я единственное что прошу когда будем пристреливать как бешеных апоссумов их я прошу наших молодых солдат будьте сдержанней не уподобляйтесь вот этим вот скотам которые разрушают могилы прилюдно и показывают это на весь мир будьте достойными чести солдата офицера я понимаю трудно трудно после всех этих зверств что они принесли нашему народу и бед трудно держаться но держитесь достойно запомните что война это не месть хотя многие это говорят там вот уху уху чтобы спокойно так же работать я точно скажу лично я против всяческих героических подвигов. Просто, если бы у Александра Матросова была бы соответствующий запас гранат или гранатомет, или огнемет, ему не надо было бы закрывать своим телом амбразуру немецкого зота. Вы меня поняли? Учитесь воевать, в том числе и убивать врагов. Хотя против этого как-то выступила одна армянская дура. Как сказать? Ну, дура. Азербайджанских солдат учат убивать. Видимо, армянских солдат учат лизать. Не больше, не меньше. Я хочу, чтобы наших солдат учили нормально, хладнокровно убивать врагов. Врагов. Вот так. Всего хорошего. Еще раз прошу прощения, что оставил живых того апоссума. Время другое было. Сейчас другое. Всего хорошего. И, как офицер, говорю, честь имею. Спасибо.